новости сегодняшнему часу я в москве и люся там занимается английским я собралась на выставку вырядилась думала снимать не снимать влог я здесь уже с понедельника сегодня среда решила в итоге надо вот такой вот у меня нарядик балеточки прыщ этот я не могу просто у меня сводит с ума здесь два прыща в одном месте даже не замазывается ужас хотел сказать про юбку что вот эта юбка это вещица которую мой дед очень много лет назад привез моей маме в подарок из азербайджана мама еще тогда была потолще на пару размеров и эта юбка она была прям как парашют я туда продела резинку и затянула чтобы она была поменьше размером она мне села но она просто меня раздражает тем что у нее просто липнет все на свете это невозможно но она точно также невозможно красиво мы подошли в такой уголок где очень много пятерочки причем одной и той же я подумала что в контексте галереи это вау как интересно но если бы я это увидела в каком-нибудь вконтакте я бы подумала что это какой-то начинающий фрик фотограф тоже можно послушать слышал тут наверно звук луж капитан очевидность на 100 . а тут у нас видеоблогеры давай раз-два-три красиво мысли все первый день заказали пиццу она лежит здесь уже третий день и я собираюсь ее съесть как-то как сухарики как сухарики с сыром такие гренки три корочки сына меня гренки которые посыпаны сыром и вот таким запеченным нужно подсохшим не плавляем но все на домофон снята мыслись и делим романтично этот кусок фокачи у нас с люси вечер просмотра моего архива узнали много интересных пересечений общих знакомых нет там еще сейчас кусочек это я это мой папа и сейчас будет квест одеть мне колготки а щёк в щёке о мама заехали так хорошо на самом деле не думал что мне будет смешно очень потому что я русика только в маленькую помню но когда после разведена видела ка у него правда когда я шарел когда он выглядит как чеченец это мой ухажер а я тоже не пальцем деланная это внук моих глазухи а а к да доброе утро нового дня я сейчас поеду кати у меня получается такой тур по друзьям московским на На выходных я поеду к Насте. Я уже завершаю здесь свои какие-то дела, которые требовали моего присутствия. И в воскресенье поеду уже назад в Смоленск. И ужасно я соскучилась по Марсу. Я уезжала, у меня чуть скупая слеза не потекла. Я просто думаю, что если я к коту так отношусь, то если бы у меня были дети, или когда-нибудь будут, то как я буду к ним относиться. Я приехала в этот раз на машине, и я с непривычки чуть не сошла с ума. У меня жопа просто была квадратная. Я очень давно уже не была за рулем такое количество времени. Часов, я имею в виду. А ехать от Смоленска в Москву где-то часа 4,5-5. Я уже немного привела себя в порядок. Встретились с Катей. Я сегодня у нее подрабатываю личным водителем и катаюсь с ней по ее делам. И сейчас приехали в студию. Она преподает, как это правильно называется, короче, танцы на пилоне. В общем, она танцует и преподает. И сейчас я ее жду. Буду немножечко снимать для нее бэки. Здесь сегодня локация у нас. Вот это. И потом мы поедем еще в одну студию. Еще одно занятие. А потом мы будем с ней челпил делать. И я сказала да. Шучу. Это мне Катя дала колечко подержать, пока она будет заниматься. И оно мне, как интересно, подошло только на безымянный палец. У нас локация номер два. У нас тут с Катей такой получился мэтточ синих пижмаков в полосочку. Только у меня чуть потемнее, у тебя светлая, прям беленькая. Самое интересное место. Опа. Опа. А носки какие чистые. Сейчас будет шоу. Если ты будешь напрягаться, ты не будешь биться пахом. На что, у меня как сосиска, вот так, как спагетти на... Нет, наоборот. Если ты будешь напрягаться, ты не будешь биться пахом. А. Ситуация такая. Мы в итоге с Катей сейчас побаловались, и она мне предложила с ними. Позаниматься. Будут не танцы, а силовые тренировки с пилоном. Нашли мне шорты, и сейчас я буду заниматься новым для себя занятием. Я угандошена. Просто спорт. Это, походу, ячмень. Вообще не мое, покажи. Не знаю, глаз вот тут болит. Я думаю, давление, вот трогаю, болит. Можешь, ячмень. Вердикт такой. Это очень прикольно, это красиво, но я размазня, официально заявляю. Но неправда. В спорте я просто... Она наговаривает на себя, если что, потому что она сделала больше, чем я на первой тренировке, хотя я пришла на пилот уже с каким-то опытом держания палки в руке. Ну, типа, именно на спорт. Ты мне льстишь, прекрати. Ладно, теперь зато у меня нормальный такой аппетитик появился. Я сейчас что-нибудь наверну жирненького. Ну вот кто еще может вас так встречать, как не животиночка? Фреечка! Фреечка, привет, моя зайенька, привет! Аж до писка. Примеряю на себя роль невесты. Не очень идет. О, боже, я реально была бы шикарной невестой. Пишите в директ. Мне кажется, можно это на обложку сделать. Типа ты с фотой. Вообще, будешь нежданчиком. У меня новости, да? Сделала такой кликбейт. Так выглядит многозадачность. Мы решили ночную вылазку сделать. Я уже умылась. Зубы почистила. И тут прилетело интересное предложение от Катиного будущего мужа. Пойдемте гулять. А пойдемте. Благодарили. Боже, это искусство. Прикольно. Не хватает какой-нибудь сыра или помидорки. Катя мне предлагает такую, что ли, кучку сделать. А ты видела от Дальба? Да. Ой, я капнула. Че думаешь про них? Выглядит как будто бы реально синяков. Но не избавляет, но по крайней мере маскирует. А что в этих какой эффект? Я просто наношу, чтобы снять утечность. Я в юти-блокер. Good money, девочки. У меня болят ноги. Пиздец как. Под коленкой, за коленкой точнее, которой я хваталась за пилон. Предположительно, там будут синяки, но пока что ничего нет. Так, момент. Я тебе заодно рассказываю. Я видела, что сейчас уже может быть не такой активный, но был такой тренд. Может, это был микро-тренд, я не знаю. На то, чтобы стилизовать кроссовки. Обычные кроссовки какие-нибудь, там New Balance часто использовали или какие-нибудь, короче, не сильно навороченные, но типа как ugly sneakers вот эти, знаешь, типа как линсяга, только может быть не так сильно утрированные. Короче, на них цепляют всякие разные эти, как они называются, значки, брошки, жемчуг, какие-то штучки, дрючки, стразики, ленточки. Ещё в эти Adidas Sambo, которые сейчас популярные, в них тоже делают вместо шнурков кружевные какие-нибудь шнурки. Не видела? Ну, короче, я решила, я решила сделать кружок очмелой ручки и наворотила, короче, вот такую цацу. Панка, блядь. Блин, я не знаю, но мне кажется, это что-то между стилем и полной бескусицей. Но я смотрела референсы на Пинтересте. Ладно, сегодня иду к генетику. Делать исследование, я надеюсь, это сделаю сейчас. Хотя, блин, вдруг мне назначат идти на какие-нибудь анализы. И мне будут смотреть генетическую предрасположенность в моих будущих потенциальных детей, если они будут. О чем я говорила? А, про то, что будем смотреть у генетика, насколько это может передаться моим детям, и насколько велика вероятность того, что у меня это генетическое, а не приобретенное. Сейчас, на данный момент, ставки на то, что это приобретенное в детском возрасте. Вот, какие дела. В общем и целом, мне ничего такого нового и конкретного не сказали, потому что мне нужно записаться к еще одному генетику, в другую клинику. Там делают уже конкретно генетические исследования, не просто по беседе. Возьмут кровь и будут исследовать ее. Но туда еще нужно попасть и записаться. Нашла в какую-то ТЦС, такую специальную за пончиками. Была раньше такая точка, мне несколько точек, в принципе Крим их называли, а сейчас они раньше что-то там. Очень. Мы их обожаем. Но они на вкус то же самое, просто меняли внимание. Ищем. Вот они, эти кроссовки. Это ожерелье с яркими камушками. Это просто ожерелье на шею. Вот эти интересные большие булавки я где-то нашла у себя в закромах. Тут тоже жемчуг и ленточка. И сережки, гвоздики, прикиньте. Почему я вообще решила эти кроссовки так за кастомить? Потому что эти, кстати, уже вторые кроссовки точно такие же, потому что первые у меня сносились, там уже испортились, как-то неудачно были постираны. Я их выкинула. И на то время еще плюс-минус такая модель кроссовок была популярна в тренде. Я заказала все точно такие же на ASOS A5. Он тогда у нас еще работал. И как-то резко, точнее плавно, наверное, да, для эта популярность таких кроссовок начала спадать. И я их просто перестала носить. И сейчас я их не ношу, точнее не носила, и решила для того, чтобы их как-то освежить и оживить, нацепить всякую псячину, которую я нашла дома. У меня какое-то настроение сегодня трендеть. Трендеть? Трендеть, да. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Иначе. Ну ничего, с порог же. Такие мы суеверные. По поводу генетика. Я пришла и сказала, что меня интересует, ну, во-первых, ситуация с тем, что мне просто интересно, с чего же у меня слух. Такой второй пункт. Вторая причина, по которой я решила до него дойти, это планирование детей, возможно, каких-нибудь гипотетических. У меня по поводу детей не самое, наверное, популярное мнение на этот счет, потому что мне любопытна эта функция моя как женщины, но у меня очень много тревог, сомнений и на вопрос, зачем, у меня нет ответов, кроме эгоистических. Поэтому детей у меня сейчас нет, и прямо в ближайший год, наверное, они не планируются, хотя кто знает. Я, в общем, не загадываю по этому поводу ничего, потому что мое мнение может меняться, мои тревоги могут снижаться, а ответы на вопрос, зачем, могут появляться или просто меня перестать беспокоить. В общем, как и так. Но врач очень оживилась, и она сказала, вау, ничего себе, так здорово, что вы пришли и задались этим вопросом. В общем, как так, поболтали, и буду записываться к следующему. У нас кормелью. Короче, я взяла два ореха, шоколадная ореха. Мы решили взять, попробовать. Самокатия вино безалкогольное. Я не пью совсем с некоторых пор. Это винный напиток. Что это? Это винный напиток. А даже винный напиток на вкус? На вкус мне как будто бы какой-то сок. Это же просто напиток со вкусом вина. Там так написано? Абрау-лайф изалкогольный, розовый, тонкий вкус и кристофо-рус-зару. Короче, лимонад со вкусом как будто бы вина, но по факту на вкус как какой-то сок газированный. Я даже не пойму, что за вкус сока, если это сок виноградно-вишневый. Непонятно, короче. Но это на вкус совсем не как виноград. Ой, смотри, фрейд! Он подходит под фрейдом, да, вот. Да. Это мы про макияж, Катя. Ну-ка, посмотри. Ну, Костяка. Похоже на азиатскую школьницу, сущую в этих тапочках. Посмотри, на правилку. Она хотела снять эстетичный контент. Вот это я понимаю, вот это гламур-мур-мур. Это я к Насте приехала. Здравствуйте. Леончик, здравствуйте. Вот это винишко, как вчерашнее, вероятно, тоже отстой, но мне терпимо. Это белое игристое. Вчера было красное игристое. Это Настина просечка. Это Настина после просечка. И вот такая ленивая, бестарелочная поляна. Леон уже претендует на что-нибудь вкусненькое. Пармезанчик, приятно. Вот это вообще грамотно. Вот это еще грамотно. Вот это еще грамотно. Нет, это вообще просто. Что за... Так, тест. Пахнет довольно правдоподобно. Блин, надеюсь, Ютуб за такое не банит. Он же не знает, что это для алкогольного. Пенится тоже натурально. Боже, я просто фрик с амелье. Это Настя просто в зал ходит, за один раз открывает вина. Или это опыт? Как ты считаешь? Смотрите, какая прелесть. Я куда не приеду, везде зверинец. Так, дегустейшн. Ну, хуя, честно говоря. Но, так как я не пьющая, чисто вот такой вот вайп, что как будто бы вот бутылка похожая на винную, бокальчик как будто бы налито что-то похожее. Как будто бы я даже не белая ворона. У Насти тут есть такие умные весы. Ну-ка, покажи, что там у меня. Так, мы поели, в туалет не сходили. Я уточняю. 53. Всё окей? Скажи мне, знаешь, что я у тебя спрашивала? По поводу того, что тут написано что-то про скелетные мышцы. Это типа показывает, насколько крупная широкая кость? Нет. Это показывает на то, что у тебя вот мышцы, которые поддерживают твой скелет, то есть они у тебя в хорошем процентном соотношении. Что у тебя скелетные, как есть вот мышечный корсет у тебя. Я это так понимаю. Если что. Поэтому это не факт, что это так. Но я так понимаю, потому что мышечная масса у тебя хорошая сам по себе. И скелетные мышцы, то есть у тебя, ну, вокруг скелета поддерживают тебя, чтобы тебе было легче ходить. Да, я думаю, я права. Вот это вот, короче, нужно всегда, чтобы человек был подкачан, потому что тогда ему будет проще ходить и меньше там затрачиваться. Я сейчас покажу свою бицуху. Мы вчера мерялись, у кого какая бицуха. Ну, пацанов, понятное дело, это моя, посмотрите на это. Я ничем не занимаюсь. Да, Маш? Скажи мне, пожалуйста. У нас тут воришка носочный. Три, четыре. Молодец. Нашка. Субтитры создавал DimaTorzok